Рио выпускался автомобиль третье поколение с 2011 года в России в 15-м был рестайлинг и вплоть до семнадцатого года после чего пошло вот это четвертое поколение опять же собирается это все в России и сборка соответственно вот это российская моторы 1 и 4 1 и 6 принципе они как на третьем поколении стояли так и на четвертое перекочевали только единство по моему 1 и 4 был 107 лошадей стал 100 лошадей и в четвертом поколении уже убрали пятиступенчатые коробки то есть здесь шестиступенчатый автомат и шестиступенчатая механика если она все-таки есть по узлам и агрегатам принципе глобальных претензий нет и 1 4 1 и 6 моторы ходят достаточно неплохо по третьему поколению я знаю что те особенно которые в такси использовались там не одну сотню тысяч накатывали по коробкам тоже глобальных вопросов нет то есть технический автомобиль более или менее крепкий но конечно же не обошлось и без нюансов сейчас о них расскажем первое значит что основное какие случаи с volkswagen пола это российская сборка и российская покраска смотрите у нас автомобиль 2019 года пробег у него сорок четыре тысячи пробег относительно небольшой лкп сейчас находится в неплохом состоянии но на кромке капота все-таки сдуть и краски небольшие пошли есть немало примеров и в частности я знаю у меня знакомого есть значит 3 рио которые по моему там 13 или 14 года там по лкп прям беда уже вся полностью машина пошла мелкими жуками поэтому за этим надо обязательно следить и наверное при появлении хотя бы минимальных жуков но я веду когда по всему кузову ну видимо перекрашивать у другого варианта я например не вижу потому что потом идет ржавчина и ржавчина достаточно солидная как мы знаем автомобиль вот по крайней мере у нас толщиномер показал цинковку только по навесным панелям то если пойдет свести крыша или там где-то в районе проемов и так далее там подобное то есть это уже будет беда целом автомобиль как я уже сказал достаточно надежный пожалуй слабые места это вот относительно такой я не скажу что сильно массовый характер но по крайней мере частенько жалобы были на катушки зажигания выход их из строя кроме этого вот даже знаю что человек сталкивался с тем что просто порвался шланг гидравлический который идет на привод сцепление он остался без сцепления такая же ситуация есть тормозными шлангами поэтому обязательно проводите диагностику и смотрите чтобы внезапно это все у вас не порвалось и вы не остались без тормозной жидкости ну и кроме этого регулярные проблемы были с катализатором потому что они находятся слишком близко и вроде как у некоторых вырезали катализатор даже на пробегах до 100 тысяч километров чуть реже конечно были вроде бы как с рейками какие-то там проблемы но это было наверное не так массово я не знаю чем это связано с эксплуатации или нет потому что основных жалоб на рейки в отличие от пола здесь не было ну и вроде как еще где-то я слышал что датчик коленвала там время от времени у кого-то вылетал на пробегах там до 100 тысяч но опять-таки массового характера это не носил то есть целом автомобиль достаточно надежный и зарекомендовал себя очень неплохо вот само собой многое зависит от эксплуатации и от технического обслуживания внутри рио это тоже какие пола бюджетный автомобиль но в отличие от пола лично мне например больше нравится здесь эстетически то есть как вы видите материалы отделки тоже жесткие мягкого пластика какие там в любом практически бюджетном автомобиле искать не стоит но здесь как-то все оформлено лучше современнее что я бы сказал да у нас есть небольшая разница между оснащением потому что пола он у нас стартовая комплектация в рио она достаточно неплохая есть у нас климат есть подогревы передних даже задних сидений подогрев руля есть подогрев лобового причем именно нити не обдув а именно подогрев нитями в принципе комплектация здесь явно побогаче чем пола но я сейчас больше даже делаю акцент не на комплектации а на самом ощущении от автомобиля визуальном и каком-то таком эргономическом то есть мне здесь больше нравится признаюсь честно ну и кстати руль по моему немножко больше в диапазоне регулируется в отличие от пола там тоже есть регулировки по вылету и по углу наклона но здесь такое ощущение что больше руль сам по себе приятнее понятно опять таки кожаная плетка там он простецкий такой но тем не менее в этом плане на мой взгляд рио все-таки выигрывает первое что бросается в глаза когда мы открываем капот рио это то что упор находится очень удобно месте открывается капот и устанавливается отсюда с краю то есть ничто не мешает проведению каких-то работ под капотом это в отличие от пола опять таки это большой плюс ну небольшой но скажем так плюсик точно внесем в копилку сюда что касается подкапотного пространства в принципе как и в пола места здесь хватает с ремонтом с обслуживанием я здесь каких-то проблем особо не вижу потому что до всего практически можно дотянуться фильтр смотрите воздушный здесь стоит щуп масляный здесь например генератор здесь заливная горловина вот масло находится здесь заливная тормозной жидкости бачок находится сверху проблем заливка омывающей жидкости также как и у пола находится здесь относительно широкая только что здесь без сетки но опять-таки большой проблемой на мой взгляд не является лейте чистую жидкость и все будет хорошо поэтому особых я здесь проблем не вижу учитывая то что автомобиль достаточно надежно скорее всего именно там сильно ремонтных работ вы тут делать никаких не будете а просто техническое обслуживание который у вас не займет много времени не займет много денег ну и плане подкапотного пространства организовано все достаточно неплохо а вот что качественно отличает торейца это то что трансформация как вы видите происходит гораздо легче и проще и спинки складываются 60 40 вот это вот вещь гораздо лучше чем в пола хотя сам проем который получается по своим размерам примерно такой же как и в у конкурентов что касается багажника не будем здесь плюс ставить наличие камеры заднего вида потому что это разница комплектации скорее всего что сразу минусом можно отметить это то что нету физической кнопки для открывания крышки багажника то есть либо из салона либо с пульта вот так вот подержать то есть была бы кнопка было бы удобно но окей сразу первое что бросается в глаза в отличие от пола здесь не обдирает проемы крышка то есть она более наверное жестко фиксирована потому что следов я не на бампере не вижу ни на краях то есть крышка не портит проем багажника это по сравнению с пола плюс что касается самого багажника ну примерно плюс-минус мы сейчас цифры вдаваться не будем но объемы у них примерно сопоставимы проемы по ширине примерно тоже сопоставимы поэтому наверное мы здесь скажем что по багажнику паритет задний ряд сидений пред предлагает пример такой же запас пространства такими у машины все-таки похоже по своим габаритам как мы уже говорили подогрев задних сидений нашей комплектации есть электростеклоподъемники принципе ручки чего нет так это кармашка почему-то вот в этом сидении спинки вот здесь есть точно так же нет подлокотника поэтому по большому счету вот если брать какой-то определенный мы скажем так запас пространство если можно выразиться так комфорта по они сопоставили пожалуй единственное что в рио чуть-чуть выгоднее отличается задний ряд сиденья пола то что здесь нет высокого центрального тоннеля конечно с удобством каким-то третий человек здесь тоже не разместиться но в отличие от пола если на короткий промежуток времени вот так вот прижавшись ну здесь ехать будет значительно удобнее чем-то но вообще по своей сути этот этот автомобиль предполагает размещение с более или менее нормальным запасом пространства именно 4 седоков в движении киа рио сопоставим во многих моментах с полоседаном почему потому что опять-таки целевая аудитория примерно одинаковая создавался этот автомобиль под примерно одинаковые условия движения то есть это город не слишком ровные дороги до городские но не слишком ровно и поэтому по управляемости кстати говоря по обзору так вообще я бы наверное паритет поставил потому что обзор для меня вот он выглядит абсолютно одинаково что в том автомобиле что в этом по шумоизоляции это чуть-чуть такое впечатление что получше по крайней мере я меньше слышу звуков из моторного отсека плане динамики рио конечно выигрывает упала того потому что он у нас стартовой комплектации и значит что у него там мотор 90 лошадиных сил 16 здесь напомню 16 123 лошадиные силы есть конечно у пола еще автомобили с вариациями 110 лошадей тот же 16 но в нашем случае он был 90 лошадей и вот именно наверное всего этого чувствуется разница в динамике хотя у нас коробка автомат на рио автомат как мы знаем съедая часть мощности мотора но все равно рио чувствуется резвее и такое вот впечатление у давайте сейчас нажмем на газ все-таки и по рулежке как-то рио заходит мне но более приятнее я не скажу что она прям спортивная там драйвовая но вот какие-то нотки немножко вот по управлению такие азартные в ней чувствуются пола более вальяжный скажем так более такой неприхотливый и универсальный по я имею в плане рулежки возможно это сказывается именно настройка подвески потому что в пола такое впечатление что чуть-чуть все-таки мягче у рио чуть-чуть жестче и видимо поэтому управляем а здесь лучше как мы знаем слишком мягкая и ватная подвеска хорошие в управляемости не бывает что касается расхода топлива на киа рио то бортовой компьютер нам пишет в среднем вот пока при такой интенсивности движения которая была до нас но мы не знаем какая именно 9 литров на 100 километров вроде как для мотора 1 и 6 это не так уж и мало но во первых напомню я не знаю кто как на ней ездил и во вторых у нас коробка автомата с автоматом машины всегда немножечко больше кушают топлива поэтому я уверен что если здесь не шлифовать каждого светофора ездить относительно аккуратно то опять-таки тех же восемь восемь с половиной литров по городу можно достичь этой цифры киа рио у нас на подъемнике и российская сборка естественно у нас беларуси в основном именно такие автомобили давайте посмотрим как он подготовлен к нашим условиям что с ним стало зовут эти 45 лет примерно и начнем с передней части но здесь у нас защита двигателя она металлическая снимать мы ее не будем через нее в принципе основные моменты видны и основные моменты заключаются в том что давайте снимем вот здесь вот коробка сухая абсолютно сухая ни одного а нет чуть-чуть вот там какое-то легкое запотевание спереди есть мы буквально еле-еле видно если это запотевание конечно здесь центральной части сухо все без проблем двигатель двигатель сухой по крайней мере из того что здесь можно увидеть отгибая пластик но при этом хочу сказать что антикор конечно же не помешает потому что лонжерон вот мы видим он ничем не защищен ну кроме заводской обработки с этой стороны так сейчас подсветим та же картина то есть принципе сейчас за это время ничего страшного плане коррозии не произошло но примерно я думаю годика через три-четыре может начать потихонечку одолевать коррозии ну всякие крепежки они и так понятно что подвержены коррозии поэтому тут это неудивительно это будет в любой машине в частности вот элементы выхлопной системы вот там кронштейн который крепит тормозные трубки подрамник еще в принципе вдавали довольно живом состоянии легкая коррозия по швам пошла ну такая опять-таки относительная ну и наверное проблема очень многих автомобилей именно которые стоят на комиссии вот душные это тормоза потому что они не ездят они стоят в основном на торговых площадках и соответственно тормозные диски скорее всего когда вы покупаете автомобиль пойдут подзвонить амортизатор не течет живой но в принципе опять-таки пробег у машины не такой большой возраст еще довольно молодой поэтому проблем таких особо по ней не будет середина днища как вы видите она открыта но здесь есть заводской антикор антигравий так называемые есть места вот например над выхлопной системой где нету никакого антигравия и поэтому это дополнительная я рекомендую защищать вот если вы купили с пробегом особенно автомобиль на данный момент проблем здесь особо не видно очень мелкие вот тут кронштейн крепления выхлопной системы чуть-чуть по сварочным швам пошел и где тросы ручника выходят это место тоже слегка от коррадировала в остальном принципе все живое так в районе бензобака пока тоже все в порядке но опять-таки наверное лет через пять это место уже будет выглядеть не так радужно поэтому антикор ну в любом случае все особенно российских любые автомобили на российские особенно я советую дополнительный антикор делать задняя балка у нас здесь по сварочным швам точно также пошла легкая коррозия пока ничего критичного я не вижу слегка легкий антикор сюда нанести и все это законсервируется будет отлично конструкция подвески что спереди что сзади довольно простая спереди макферсон сзади балка все настолько просто что ломаться тут надо даже особо и нечему амортизатор пружина сайленблоки да и все пожалуй а единственное ну такое небольшое слабое место опять-таки задние суппорта так как они и тормозят и приводят действие ручник поэтому через какое-то определенное время они требуют к себе внимания то есть периодически посматривать за этим надо все задняя часть автомобиля выглядит пока на данный момент достаточно неплохо но опять же повторюсь автомобиль еще пока свежий поэтому проблем но если здесь были проблемы это было бы удивительно но вот именно для того чтобы это все также сохранилось я советую все абсолютно за антикорить пока по автомобилю проблем здесь нет для наших условий для города подчеркну для города это достаточно неплохое исполнение ломаться особо нечему дорожного просвета для города вполне хватает я не вижу чтобы здесь что-то кто-то цеплял какие-то следы например чтобы были поэтому значит на бордюры не лазили в грязь какую-то в какой-то бездорожье не пытались штурмовать на переднеприводном седании и это достаточно разумное решение единственное что надо отметить посмотрите на четкие царапины по всему периметру переднего бампера особенно это по сторонам вот по левой и правой где бампер имеет наименьшую точку наиболее близко находится к земле видимо штурмовали не штурмовали точнее скажем так пытались припарковаться около каких-то бордюров и такие характерные отметины присутствуют и с одной и со второй стороны поэтому именно к бордюрам надо подъезжать довольно аккуратно ну а в остальном именно в городских условиях тут проблем по днищу не будет если вы за антикорите будете следить за автомобилем и кстати говоря если особенно вы будете после например там зимы и после каких-то покатушек по грязи особенно вот это вот мы для того чтобы грязь не являлась аккумулятором влаги автомобиль сохранится максимально возможным образом на гораздо дольше промежуток времени в руках у меня что толщиномер а значит мы как обычно подходим к нашему традиционному тесту замеру лкп 96 феррум цинк 87 давайте самый клюв 65 68 ну и вот здесь вот самая тонкая наверное 55 крыло феррум цинк 65 стойка 86 дверь 74 так по центру где-то 60 крыша 74 а вот крыша кстати говоря не оцинкованная но в принципе толщина 74 микроны и как я уже говорил видите вот это вот уплотнительная резинка она защищает кромку это очень важно учитывая что крыша не оцинкованная 95 94 феррум цинк 82 ну давайте заднюю часть ага так а что то у нас такое то вы посмотрите а боковуха у нас бумеранг вот этот вот не оцинкован крыша не оцинкованная эти переднюю стоечку посмотрим да у нас весь вот этот так называемый бумеранг он не оцинкован вместе с крышей то есть верхняя часть получается ну и естественно заднее крыло точно также не оцинкован на крышка багажника у нас тоже без цинка это конечно неожиданно я что-то думал что будет оцинкованная вся машина кроме крыши но нет так и так оцинковка у нас присутствует на капоте на переднем крыль на передних крыльях и дверях все остальное без оцинковки кстати говоря давайте-ка проем померяем но по сути его мерить особо нет смысла так как если эта часть не оцинкована то и стойка будет точно также до феррум без оцинковки то есть по сути только навесные элементы оцинкованные поэтому за качеством у кп надо следить особенно учитывая что это российская покраска российская покраска всегда хуже европейской японской там или еще какой-либо это был обзор поддержанных автомобилей на канале автопанорама пишите свои комментарии под этим видео с какими проблемами возможно сталкивались вы как вы их решаете для нас это важно и кстати говоря не только для нас но и для владельцев таких моделей меня по-прежнему зовут мурашка сергей найдите нас соц сетях подпишитесь на канал если не трудно если понравилось поставьте лайк ну и всем пока до встречи на тестах и Продолжение следует...